Привет! Это видео формата учись со мной, мое первое видео из Испании, куда я приехала, чтобы собственно учить испанский. Прошедшая неделя вышла довольно суматошной, потому что от момента, когда я узнала, что мне дали визу, до вылета прошло меньше трех дней. Я опоздала почти на полтора месяца занятий, но вот я здесь и снова готова браться за учебу и рассказывать вам о студенческой жизни уже в Испании. Сегодня был мой первый день занятий и, скажу честно, было немного сложнее, чем я ожидала. Вообще, когда я сдавала онлайн-тест на определение уровня, мне сказали, что мое знание испанского соответствует уровню B1, но хоть я и упросила их поместить меня в A2, я все-таки надеялась, что на этом уровне мне будет довольно легко и я просто смогу закреплять те знания, которые у меня уже есть. И вот, знаете, легко вообще не было. Да, я понимала практически все, что говорили преподавательницы, но меня, в принципе, удивило то, с какой скоростью они говорили. Вообще, группа, в которой я сейчас занимаюсь, начала заниматься месяц назад с нуля. И, на самом деле, посмотрев на их уровень, очень сложно сказать, что они занимаются всего месяц. Но, в принципе, я поняла, что вот это прям мой уровень. То есть уровень, на котором, с одной стороны, мне немного сложно, и я могу расти и развиваться, но при этом я не чувствую себя потерянной во время урока. Я шла на занятия уверенная, что спрошу преподавателей, можно ли мне делать записи на планшете. Но, во-первых, было немного не до того. А, во-вторых, я поняла, что сама пока не определилась, хочу ли я использовать планшет непосредственно на занятиях. Моя проблема с записями по языкам, будь то корейский, немецкий, испанский, какой угодно, всегда была в том, что они выходят довольно беспорядочными, и в них невозможно что-то найти потом. И поэтому записи на планшете с возможностью поиска по тексту очень упростили бы мне жизнь. Пока я решила, что во время занятий буду небрежно все записывать, чтобы не тратить время на оформление каких-то красивых или понятных конспектов, а дома буду не только их упорядочивать, но и добавлять нужную информацию. Например, во время занятия я записываю слово и перевод, а уже придя домой, дополняю их примером использования слова в предложениях. И вот здесь вы как раз можете видеть, как я переоформляю записи с урока. Так оформлять конспекты это в принципе мой выбор, и я не говорю, что вот так нужно заморачиваться всем, но для меня картинки, разные цвета это вот все то, что мне нужно, чтобы из вот этой писанины малоразборчивой выделять что-то важное и потом уметь это находить. Вообще я не случайно упомянула желание делать конспекты именно в цифровом формате, потому что мне в принципе в следующем году хотелось бы использовать как можно меньше бумаги. У меня безусловно есть тетради, которыми я буду пользоваться, ну просто не выкидывать же их, но в целом я хотела бы сократить количество канцелярии, которые я покупаю. И не в последнюю очередь из-за того, что, как я говорила в видео про старые ежедневники, оставлю ссылку вверху и внизу, мне просто ужасно неудобно возить их с собой каждый раз, когда я переезжаю. И пока я пытаюсь понять, в каком формате мне удобнее планировать дела, я купила цифровой планер на 2020 год. Купила я его у корейской девушки, которая ведет свой канал на YouTube, и она же, собственно, его и создала. И хотя ее сайт не принимал иностранные, то есть не корейские карты, пара сообщений ей в директ в Инстаграме, и все решила на самом деле. В общем, это очередной эпизод под названием «На какие свершения не пойдет Таня, чтобы потратить деньги?». Планер начинается с декабря, поэтому заполнять его пока рано, но мне очень хотелось с ним поиграться, что я и делала на протяжении минут 20. И если это не пример продуктивной прокрастинации, то скажите мне тогда, что пример. После того, как у меня закончилась официальная учеба в университете в августе, я еще в Москве стала искать способы постоянно учиться чему-то новому. И в октябре и ноябре это была каллиграфия, и хотя я продолжаю ей заниматься, эти занятия уже не такие интенсивные, как в самом начале, поэтому я решила, что у меня освободилось место для новых навыков. Вообще, у меня есть идея сделать на канале рубрику, где я учусь чему-то новому в течение одного-двух месяцев, а потом делаю такой большой отчет и рассказываю вам как о своем прогрессе и впечатлениях, так и о школах, сайтах и приложениях, которые я использовала. Дайте мне знать в комментариях, как вам такая идея, и идеи, чему именно я могу поучиться, тоже приветствуются. В планах на декабрь у меня слепая печать, которой я очень давно хочу овладеть, но это пока не точно, просто потому что в ноябре я осваиваю основу веб-дизайна и пока не очень понимаю, сколько времени это займет. Вообще, мне кажется, при самообучении одна из самых важных вещей – это поиск и выбор ресурсов. И чем больше времени вы тратите на то, чтобы их найти, тем меньше остается непосредственно на занятия. Я сейчас занимаюсь онлайн с HTML Academy. Пока у меня в планах курсы по HTML, собственно, и CSS, но у них также можно учиться в JavaScript и PHP, если вас не пугают эти аббревиатуры. Вообще, у HTML Academy есть два вида обучения. Я пока пробую интерактивные курсы, которые предназначены именно для таких новичков, как я, которые абсолютно ничего не понимают в веб-дизайне и разработке. Тут процесс обучения происходит в игровой форме. Например, задания и правки приходят от милого клиента-кота, а в личном кабинете выдают ачивки за успехи. Чтобы заниматься на таких курсах, нужно оформить подписку, но при этом более 400 заданий из почти полутора тысяч доступны на сайте бесплатно. Так что у вас точно будет возможность попробовать этот формат и решить, нужна ли вам подписка. А еще говорят, что даже после выполнения бесплатных заданий у вас будет достаточно знаний, чтобы создать свой первый сайт. Еще мне понравилось то, что если не получается что-то сделать, можно подсмотреть правильный ответ, посмотреть видеоразборы заданий или, ну если уж совсем ничего не помогает, обратиться за помощью на местный форум. Правда, я этого пока не пробовала. Это я вам рассказала про интерактивные курсы, они для самых-самых начинающих, кто, как я, хочет просто себя попробовать веб-разработки. Но если вы уже чувствуете себя уверенно или даже решили начать работу в веб-индустрии, можно попробовать интенсивы от HTML Academy. Это уже полноценные профессиональные программы, где у вас будет личный наставник, и под его или ее руководством вы будете не только обучаться, но и начнете строить свою портфолио. И, кстати, на сайте Академии много историй учеников, которые кардинально меняли направление деятельности и переходили в веб-разработку из, скажем там, юриспруденции или медицины. Так что если с YouTube не получится, я, кажется, знаю, куда подамся. Ссылку на Академию я оставлю в описании, а если вы хотите записаться на один из интенсивов, то мой промокод TANYA900 даст вам скидку в, правильно, в 900 рублей. Вы можете воспользоваться промокодом прямо сейчас, а можете сначала пройти, например, бесплатные задания из интерактивных курсов, и потом использовать промокод для оплаты интенсива, потому что он бессрочный. Дальше я села читать, а читаю я сейчас поток Чексент Михайи. Впервые я узнала об этой книге на курсе креативной психологии, мне кажется, еще в первой магистратуре в Москве, которую я так и не закончила. Но начала ее читать впервые я только сейчас. И, честно говоря, поначалу процесс двигался довольно медленно, и только оказавшись на 7 часов в самолете, в обнимку с планшетом, я сделала какой-то видимый прогресс и прочитала примерно четверть книги. И да, я параллельно выписываю интересные мысли из книги просто потому, что прочитанное для меня имеет свойство забываться с какой-то фантастической скоростью. Пока ничего не могу внятного сказать про книгу, потому что еще не поняла, нравится она мне или нет, и, главное, смогу ли я вынести из нее для себя что-то полезное. И поскольку испанский резко превратился из чего-то, на что я тратила время в ущерб основным занятиям, в одной из этих самых основных занятий, я решила поискать подкасты на испанском. Я на самом деле не очень люблю подкасты, которые предназначены именно для изучающих язык, со всеми правилами и интересными выражениями. Мне гораздо больше нравится просто слушать то, что сделано для носителей, и на те темы, которые мне интересны, но понятно, что это предполагает определенный уровень владения языком. И, к сожалению, моего не всегда хватает для всех интересных мне тем. Но для разнообразия я добавила еще парочку по истории, правда пока не знаю, будет ли мне что-то там понятно, но в любом случае всегда можно выставить скорость на 0.75 и попытаться что-то понять. И, наконец, я сажусь писать сценарии для нескольких видео, которые запланированы на ближайшее время. Сегодня я хотела продумать ответы для видео с вашими вопросами про учебу в Корее, и я также планирую второе видео про Notion. Что касается сценариев, обычно я хотя бы примерно прописываю, что хочу сказать в видео, иначе я просто абсолютно точно забуду сказать что-то очень важное, или наоборот, наговорю слишком много ненужного. Кстати, довольно много людей под моим видео о том, как можно использовать iPad для учебы, спрашивали о том, какими аксессуарами для iPad я пользуюсь. Много спрашивали про пленку, про чехол, и вот сейчас мне наконец пришла клавиатура, которой еще у меня не было, когда я снимала то видео. Если бы вам было интересно узнать, где и какие аксессуары именно я купила, и чем я руководствовалась при их покупке, а также мои отзывы и впечатления о них, пожалуйста, дайте мне знать об этом в комментариях. И несмотря на то, что мне кажется, это слишком мало контента для одного видео, я попробую куда-нибудь эти отзывы вместить. И на этом у меня все. Как всегда, спасибо, что посмотрели. Я жду ваших вопросов и комментариев, и до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok